Привет, с вами Белорусский Урбанист. Так оказалось, что я в Киеве на этих двух неделях и могу сделать для вас много контента. Что же интересует всегда урбанистов, чаще всего, конечно же, трамвай. И в Киеве, в отличие от Минска, есть его скоростная версия. Сейчас же мы сделаем обзор на эту декорию. Траваи подходит примерно к железнодорожному вокзалу в 300-400 метров от него. И надо пройти через прекрасный же пешеходный переход образцов Южной Индии. Сейчас покажу. Ну, что-то типа такого. Для Беларуси картинка, конечно, вообще нереальная. Но, опа, оделать что-то, ничего себе. Ну, как-то так. Вход либо по билетам, либо через смарт-карту. И турникеты, в отличие от некоторых метрополитенов Беларуси, не бьют по ногам. Да, конечно, вы знаете, что такое Украина. Это грязь, это беспорядочная торговля. Но давайте, для нас нам интересна та информация, что мы можем перенять для Беларуси. Поэтому не будем лишний раз сейчас показывать, как тут плохо. Потому что нам здесь не жить. А вот в Беларуси нам жить, поэтому технику скоростных трамваев нам надо знать, чтобы не тратить кучу денег на метро. Смотрите, прошиваночка, песо. Какая красота. Траваи трехсекционные, нормальные вместимости. И в часы пик, я думаю, что он тоже справляется с пассажиропотоком. Ну и мы едем по центральной части города, где пока что трамвай не имеет выделенной полосы с дорогой. И здесь не настроили светофоры на приближение трамвая. А жаль. Показывают остановки прямо с съемкой с дрона. Очень красиво. Так выглядит типичная станция киевского скоростного трамвая. Она полностью выделенная. Чем-то напоминает линию легкого метро. Строить ее значительно дешевле, чем метрополитен. Но эксплуатировать, соответственно, тоже. Поэтому сейчас большинство стран мира, большинство городов с немногомиллионными пассажиронагрузками переходит на такой вид транспорта. Даже вот здесь, в Киеве. Видите, навигация сделана по хорошему дизайну. Где какая станция, куда какая линия идет. Сравните это с нашей навигацией в метро. Потому что здесь это делали профессионалы, эксперты из центров новых ЗМИН. А у нас делает Бабагаля, которую пристроили где-нибудь в свое время в Советском Союзе еще. Потому что она хорошо закончила Мостатский институт. Ну, как-то так. Здесь все на качестве. Конечно, про Киев я так не скажу по большей части. Вся город мне нравится. Но пока как работает трамвайная линия, я вижу некоторые проблемы. По большей части мне, конечно же, нравится. У нас вообще чего-то подобного даже близко и нет. Уже повечерело. Так оно все смотрится достаточно футуристично. Что я вам скажу? Ну, гораздо дешевле строить скоростной трамвай, чем метро. Ну, интервалы буквально что, как минуту, ну, как метро. Интервалы как метро. Они, скорее всего, не сбиваются. Ну, хотя разные тут были проблемы с запуском этого метрополитена. Ну, это не метрополитен, это трамвай. Хотя, разного можно называть. Как видите, достаточно популярный вид транспорта. Не пустой, не простаивает. Как вы думаете, что лучше было бы для Минска? Четыре станции, третьей линии метро? Или вот такая вот рабочая линия, которая разводила бы из центра в край города людей? Как вы думаете? Вот за те же самые деньги. Вот что бы вам больше хотелось, как Минчанину? Пишите в комментарии.